В Самарской области продолжается модернизация и развитие региональной системы здравоохранения. В микрорайоне Волгарь на улице Осетинской заработала новая поликлиника. Она рассчитана на 700 посещений в смену. На официальные открытия медучреждения приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В поликлинике будут оказывать первичную медико-санитарную помощь. Новая поликлиника будет способствовать улучшению качества и повышению доступности медицинской помощи жителям Куйбышевского района. По национальному проекту здравоохранения, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, за последние годы открылось уже более 150 новых объектов системы здравоохранения. Это и офисы врачей общей практики, и фельдшерско-кушерские пункты, но это и крупные поликлиники, больницы, госпитали. И, конечно, очень рад, что вот такая новая поликлиника появилась и здесь, в Волгаре. Радует и современным оборудованием, и, конечно, просторными помещениями, и комфортом, ну и, конечно же, самое главное, что профессиональными, чуткими врачами, медсестрами, санитарами. Поликлиника располагается в шестиэтажном здании. В будущем здесь планируют обслуживать до 80 тысяч человек. Здесь создано 16 терапевтических участков, в детском отделении 12 педиатрических участков, в женской консультации 7 участков. Представлены все основные профили узкой специализации – неврология, офтальмология, лоротделения, хирургия, травматология, урология, эндокринология, диагностический блок, который позволяет проводить ультразвуковые эндоскопические, рентгеноскопические исследования. В поликлинику поставлено более 4000 единиц современного оборудования, в том числе ультразвуковые аппараты, рентгеновский комплекс, эндоскопическое, реанимационное оборудование и другая медтехника. Условия просто фантастические, потому что здравоохранение Куйбышского района никогда не работало в таких условиях, с таким оборудованием, с таким совершенным процессом компьютеризации, который позволяет проводить цифровизацию здравоохранения в полном объеме. В медучреждении также есть отделение дневного стационара, отделение медицинской реабилитации. На базе новой поликлиники будет работать областной гипотологический центр, который был открыт год назад. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что для удобства жителей городские власти скорректировали в районе транспортные маршруты. 7 марта на линию вышли два новых автобусных маршрута номер 86 и 85. Автобусы будут также останавливаться в районе новой поликлиники. Важно, что муниципальные власти об этом подумали за годы. Ну, понятно, что в тестовом режиме поработают маршруты. Если что-то нужно будет скорректировать, уверен, коллеги это сделают. Глава региона поздравил женщин-медиков с наступающим международным женским днем, а также на встрече с коллективом поликлиники вручил награды отличившимся сотрудникам. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.